Ты кто такой? Андреас Антонополус. Герой блокчейн фронта. Именно так говорят о личности, биографию которой мы сегодня разложим по полочкам. Поехали! Андреас Антонополус. Греко-британский эксперт в области криптовалют. Главный защитник и евангелист биткоина. Однажды внезапно разбогател. Так, а вот на этом месте поподробнее. Андреас родился в 1972 году. Спустя 10 лет после рождения он увлекался компьютерами, а в 14 лет у него появился интернет-модем, через который греко-британец получил доступ во всемирную паутину. Вы только задумайтесь, у него в 86 году был интернет. У нас в 80-х был только Юра Шатунов. Ну да ладно. Чуть позже Антонополус попробовал свои силы в бизнесе, но в связи с большой коррупцией в стране у него ничего не получилось. Ах, как это знакомо нам, Андреас. Получив порцию разочарования, он решил развивать навыки в программировании. Для этого он уехал в университетский колледж Лондона, где получил степени бакалавра и магистра. С тех пор он является профессионалом в сфере передачи данных и распределительных систем. Как и положено для гения программирования, Андреас переехал на постоянное место жительства в США, где, как известно, базируются русские хакеры. Там он основал несколько компаний, специализирующихся на безопасности компьютерных систем. Параллельно с этим Андреас сотрудничал с компанией Nemertes Research. В рамках этого сотрудничества он занимался разработкой программного обеспечения, позволяющего усилить компьютерную безопасность. В общем, греческий программист явно опережал время в области компьютерных систем. В 90-х он даже присоединился к «Шифропанкам», движению, которое вело цифровую войну с американским правительством, защищая права на анонимность в сети и доступ к криптографии для обычных пользователей. Ну вы рисковые ребята, тягаться с большим братом. Позже он стал основателем и менеджером компаний по исследованиям в области новых технологий в Нью-Йорке и в этом качестве консультировал десятки руководителей компаний из списка «Фортуна 500» по вопросам, связанным с сетями, безопасностью, центрами обработки данных и облачными вычислениями. Говоря проще, учил неокрепшие умы компьютерной грамотности. Рассказывать об Антонополусе и не сказать о его книгах, значит не сказать ничего. Он издал множество знаменитых бестселлеров. В частности, в 2014 году написал первую книгу под названием «Осваиваем биткоин». Она считается лучшим руководством по первой криптовалюте и переведена на множество языков. Этакий биткоин для чайников. Его вторая книга называется «Интернет денег». Здесь автор обсуждает изменения, которые принесет человечеству появление биткоина с разных точек зрения. Второй том книги был выпущен в конце осени 2017 года и за первый же месяц разошелся тысячами экземпляров. Четвертая книга «Освоение эфириум», написанная в соавторстве с Гевином Вудом, подробно рассказывает о создании смарт-контрактов и децентрализованных автономных организаций на блокчейне эфириум. Могу бы даже назвали эту книгу «Как понять Виталика Бутерина». Кстати, мы недавно поняли, кто он такой и залили о нем видео. Посмотрите на досуге. Его канал на YouTube интересен каждому энтузиасту криптовалют. Там Антонополус выкладывает записи своих выступлений, а также отвечает на вопрос о биткоине и эфире. Антонополус считает, что криптовалюта должна быть общедоступной. Да-да, он тоже из тех, кто говорит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Пройдет время, и мы будем безуспешно объяснять потомкам, зачем мы пользовались этими странными пластиковыми карточками и хлопчатобумажными и льняными деньгами. Они не будут понимать, о чем мы говорим. Что ж, Андреас, представляем этот разговор с внуком. Дед, а что такое Сбербанк? Садись, мелкий. Сейчас дед тебе расскажет, что такое кэшбэк на карту в пятерочке. Интересно, что Антонополус живет на пожертвование сайта Patreon гонорара за выступление и отчисления за книги. В декабре 2017 года он внезапно стал миллионером. Более тысячи поклонников пожертвовали ему более ста биткоинов на общую сумму около полутора миллионов долларов. И, казалось бы, с чего этот альтруизм в мире жаден? А дело все в том, что произошло после его признания в том, что он вовсе не является биткоин-миллионером и много работал бесплатно, не занимаясь инвестициями. Он говорит, ребят, я такой же, как вы, средний класс. Большинство участников перевели Антонополусу некую долю биткоина, но были и другие случаи. Один пользователь дал 79 биткоинов или около 580 тысяч долларов, другой отправил 1 миллион 200 тысяч долларов. Таким образом, простой оратор, любящий грызть гранит криптонауки, стал грызть кое-что подороже. Тогда он написал в твиттер слова «Мое ремесло, но сегодня я потерял дар речи» и добавил, что уже несколько дней не может работать, поскольку ему нужно переварить произошедшее. Антонополус обещал использовать полученные средства на раздачу биткоинов новым пользователям, чтобы помочь им войти в мир криптовалют, а также на пожертвования криптопроектом с открытым кодом. Надеемся, деньги были освоены на благое дело. Андреас, а иначе место тебе в Государственной Думе. Антонополус подчеркивает, что распространение биткоина в развитых западных странах его не очень занимает. Меня увлекает мысль, что биткоином можно воспользоваться в Кении, Лагосе или Нигерии со старенькой Нокиа и люди, у которых никогда не было доступа к банковским услугам, могут таким образом включиться в глобальную экономику. Эх, людям бы сначала со своей экономикой в семье разобраться, дружище. Известный идеолог и преданный защитник биткоина Андреас Антонополус предупредил, что стремительный рост курса криптовалюты в 2017 году является финансовым пузырем. А ведь именно 2017 год стал примечательным периодом для криптовалютного сообщества. Поисковые запросы, стоимость биткоина и как купить биткоин заняли пятое место по популярности в гугл-трендах сразу после «как погасить кредит и как оформить ипотеку». Один из ведущих биткоин-проповедников еще два месяца назад предупреждал, что биткоин может испытать сильное падение в результате потрясений финансового рынка. Выступил своего рода криптовангой. Выступая в подкасте «What Bitcoin did» 3 января, Андреас Антонополус был уверен, что такое падение произойдет в случае рецессии или подобного события. «Большинство людей не осознает, что начался сильный обвал криптовалют», — пояснил Антонополус. «Конечно, Андреас, ведь не все знают, что такое криптовалюта». В подкасте Антонополус также сравнил ситуацию с той, что была при крушении «Титаника». Все это является признаком того, что у нас есть небольшая спасательная шлюпка и очень-очень большое количество людей, которых нужно спасать. Стоит сказать, что Андреас — это самый надежный и непредвзятый источник информации в современном блокчейн-космосе, уже давно заполненном рекламными кампаниями, хайпом и фальшивыми новостями. Загляните на YouTube, вы лично убедитесь, что там размещено огромное количество видео с его лекциями и интервью. Они содержат как технические, так и теоретические знания о биткоине. И такого вы больше нигде не найдете. Что ж, Андреас Антонополус, теперь понятно, кто ты такой. Надеемся, вам понравилось, пишите в комментариях свое мнение и не забывайте рассказывать друзьям и подписываться на канал. Мы говорим о людях. Пока!